О преступлениях российских варваров и не только мы поговорим с Виктором Дудукаловым, заместителем главы Бердянского районного совета. Виктор, доброе утро. Здравствуйте. Здравствуйте, приветствую. Итак, более четырех десятков разрушенных памятников архитектуры в Запорожской области, это только те, которые находятся на территории подконтрольной Украины. Есть ли информация, что происходит с памятниками на оккупированных россиянами территориях, либо же это можно будет установить только после деоккупации? Во-первых, ключевая разница в том, что подконтрольную территорию Украины оккупанты обстреливают практически каждый день. Конечно, подконтрольную им территорию они не так не обстреливают. Там бывает их ПВО благополучно, хаотично абсолютно прилетает по жилым домам, не только Бердянск, а вообще Запорожскую область, так и по объектам недвижимости, ниже житлового целевого назначения. Но, тем не менее, мы, если говорить, скажем так, про Бердянск, про Бердянский район, у нас действительно больше будет информации после деоккупации. Но мы понимаем, что вся недвижимость, если мы говорим про исторические здания, то вся недвижимость, которая оккупантов интересует, как склад боеприпасов, как казарма для размещения личного состава, как любой объект, в котором можно хранить или ремонтировать технику, они его именно по такому назначению используют. Отдельно выделю курганы, которыми богато Запорожской области, которые имеют историческую ценность. Курганы, которых достаточно много, и они расположены в полях, они были под охраной государства. Они сейчас очень многие перекопаны и превращены в укрепления. То есть оккупанты вообще не жалели этого всего, им просто плевать на историю, по сути. Причем не на украинскую историю, а на историю еще народов, которые жили столетия назад. Там и турки, и татары, и скифы, и сарматы, и многие-многие, которые населяли нашу территорию. И я уже молчу о том, что оккупанты отдельной прям войной пошли на памятники. Например, мемориал Небесной Сотни, который был в Бердянске. И я уже молчу о том, что оккупанты просто воевали с каждым мягким знаком в любой инсталляции, в любой стеле. С надписью «Бердянск» украинскую мову. И понятно, что деоккупация покажет нам, что оккупанты выжгли просто все, что несло в собой какую-то историю. Все, что несло в собой воспоминания, воспоминания об Украине. Однако, альтернативы и ничего нового оккупанты предложить не смогли. Они до сих пор вспоминают про какое-то величие, про Советский Союз. Однако, мы понимаем, что это часть истории, а все остальное они будто хотят стереть. Хотя, никто же это, естественно, не сотрет, все будет восстановлено. В оккупированном Бердянске проблемы с водоснабжением, с электричеством, о чем мы с вами уже неоднократно говорили. Жители города и соседних населенных пунктов сутками сидят без воды, света. Это сфера ЖКХ, как, в принципе, и все, к чему прикасается российская рука в плачевном состоянии. И вот в такую жару, как вы считаете, которая сейчас накрыла Украину, может ли такая ситуация спровоцировать санитарную катастрофу в городе и области? Однозначно, санитарная катастрофа – это вопрос времени. Опять же, новейшая история говорит, что на оккупированной территории была уже не одна эпидемия, с которой оккупанты справиться не могли. Причем эпидемии были как среди людей, отдельно даже и детей косил грипп этой зимой, так и среди животных. То есть, мало того, что санитарные нормы не выдерживаются, в том числе из-за халатности, из-за того, что такой ужас в сфере ЖКХ. Кроме прочего, медицина не справляется, оккупантская медицина не справляется ни специалистами, ни медикаментами, ни какими-то знаниями, нормальными подходами. С любым вызовом, с которым сталкиваются оккупанты. Соответственно, сейчас в отсутствии света и в отсутствии воды, просто днями, реально днями нет света и нет воды. Причем, если берем 100-тысячный некогда Бердянск, то это может весь город Бердянск просидеть без воды сутками. Я буквально вчера, позавчера старался сориентироваться по-свежему, как сейчас обстоят дела. У нас на протяжении последних четырех дней, грубо говоря, суммарно два дня был полностью город Бердянск обесточен от электроснабжения. Оккупанты не объясняют, почему это происходит. Оккупанты не объясняют, когда будет электроснабжение, либо же вода. С водой вообще отдельная история, уже сто раз о ней говорили, ну, как бы ситуация абсолютно не поменялась, она становится только хуже. На улице жара, холодильники вопрос, море и все, что связано с природой. Потом люди, естественно, не могут нормально не помыться, не могут себя нормально привести в порядок и от этого последствия будут в перспективе просто вообще непонятные. Поэтому, ну, санитарно-эпидемиологическая ситуация на оккупированной территории в любую секунду, в любой момент настолько выйдет из-под контроля, что мы даже все, ну, вряд ли спрогнозируем, что там может случиться, что там может произойти, не дай бог. И эти отдельно приезжие россияне какую-то заразу рано или поздно могут повезти с собой на территорию России, конечно, мы не будем этого очень сильно противиться. Но, тем не менее, оккупанты россияне могут сами себе натворить беды, просто потому что они не могут разобраться с элементарным, они не могут разобраться с инфраструктурой, с жилищно-коммунальным хозяйством относительно небольших населенных пунктов. Смысл в том, что они его контролируют, смысл в том, что они там всем рассказывают, как классно жить, я не понимаю, тут больше вопросов, чем ответов, однако вот, к сожалению, все настолько плохо. А много таких россиян приезжает отдыхать, потому что издание Бердянс-24, например, вот фотки опубликовали, что безлюдный просто пляж, хотя мы все прекрасно понимаем, что курортный сезон сейчас в разгаре. Что там с курортным сезоном и бизнесом? Курортный сезон после дня Конституции, после 28 июня разгонялся до таких уже объемов, что практически в июле не было свободных мест, надо было бронировать очень заблагородименные номера. По состоянию на сейчас, это небо и земля, ну и уже третий курортный сезон, провальный по сути. Понятно, что туристы как бы отдельные есть, я почему говорю об отдельных россиянах, которые приезжают, но это же не тот объем, не те возможности, которые раньше мог принимать наш город Бердянск. Мы за сезон до миллиона туристов могли принять Бердянск и окрестности. Окупанты планировали полмиллиона туристов на этот год. По состоянию на сейчас, понятно, что это будет исчисляться в тысячах. И сумасшедшая пиар, сумасшедшая пропаганда была организована вокруг так называемых новых регионов. Поедьте, мол, на море. Ну и да, будем признавать, приехали какие-то граждане с Саратова, какие-то граждане с Московской области, какие-то граждане в большей части с Луганской, с Донецкой области. Они приехали. Но, опять же, это занято там до 10% всей курортной сферы и до 10% в принципе видно этих отдыхающих. И я так понимаю, что тенденция не будет к тому, что их будет больше, потому что они приезжают в город без света, в город без воды, в город без развлечений и в город, где многое нельзя. Учитывая, что комендантский час и там нельзя соваться, потому что военные и так далее. Поэтому вот единично действительно есть. И мы говорили, что там блогеры приезжают и хвастаются. Смотрите, вот номера каких областей стоят на одной парковке. Но это одна парковка возле самого-самого людного пляжа. То, что выкладывали коллеги с БРД-24, это были фотографии пляжа некогда. Самого, наверное, забитого просто, ну, я не знаю, сколько там на нем размещалось людей. Но сейчас на фотографиях там, не знаю, от силы 5 человек. От силы. А в свое время это были там сотни и может быть даже тысячи. То есть их невозможно было посчитать. Понятно, курортного сезона в принципе нет. Можно так говорить. Ну и предпосылок не было для того, чтобы он был. И с каким настроением те единичные туристы поедут все домой и расскажут потом по сарафанному радио, как мы классно съездили в Бердянск, посидели без света, без кондиционера, без холодильника. Мылись в тазике или вообще в море в соленой воде. Вот такой вот курорт. Да, вот как раз таки фотографии мы видим, которые были опубликованы. Еще об одном интересном происшествии, да, хотелось бы поговорить на оккупированных территориях. Россияне придумали как законно, ну по их мнению законно, конечно, отбирать жилье у жителей временно оккупированных территорий, которые не выехали и даже оформили право собственности вот в соответствии с российскими этими законами. Центр национального сопротивления об этом пишет. Вот в Херсонской области оккупанты подготовили законопроект о том, чтобы выселять украинцев из квартир и домов, которые будут внесены в перечень аварийных. Но вот критериев этой аварийности, оценки ее нет, не сообщается. А есть ли что-то в Бердянске похожее? Или там работают какие-то другие схемы? Ну, в Бердянске, я думаю, и в силу того, что больше половины жителей все-таки покинули оккупированную территорию и огромное количество жилья осталось, ну, скажем так, без владельцев на месте, а оккупанты пока еще занимаются так называемой инвентаризацией вот этого жилья, которое они потом в перспективе могут отжимать. Один из таких креативных подходов был, это оплата коммунальных услуг, в частности, водоснабжения, как ни странно, которого толком нет, только лично. То есть некоторые люди оформили недвижимость по российским законам в российских реестрах и выехали, и дистанционно оплачивают коммунальные услуги для того, чтобы это не было поводом для отжима, другими словами, оккупантскими национализацией, как они говорят, жилья. И сейчас они говорят, что с 1 июля только лично с паспортом надо приходить владельцу платить за услуги водоканала конкретно. То есть таким образом они хотят выяснить, у кого есть жилье пустое, но по факту там никто не проживает, и человек дистанционно оплатит коммунальные услуги. Но на самом деле оккупантов ждет огромное разочарование, потому что они выяснят, что в большей части коммунальные услуги сейчас платят люди, которые как раз выехали. Многие, те, которые остались, коммунальные услуги не платят. Что они потом будут делать с этим жильем, которое они будут отжимать или национализировать, абсолютно непонятно, потому что они планировали его либо реализовывать после решения суда и этот доход отдавать в местный бюджет, либо раздавать, как они прогнозировали, приезжим тем же самым россиянам, которые едут в какие-то сферы работать. Сейчас у них тенденция к тому, что эти комиссии обходят по районам кварталы городские, по отдельно взятым районам и инвентаризуют, где там пустые квартиры. Вот на данный момент это так происходит. Но никогда их не останавливало, это от того, чтобы они просто физически отбирали или физически отжимали жилье. Это больше двух лет длится. Просто тут уже кому как повезло. И на самом деле действительно наличие российских документов и регистрации в российских реестрах этого жилья, которые толком еще даже не заработали по-нормальному, не значит, что человек застрахован от того, что его отожмут. Действительно, его могут отжать, несмотря на все выдержанные тобой требования по их же законам. Потому что там никакие законы не работают. Вот такая вот ситуация. Виктор, меньше минуты у нас остается эфирного времени. Я по поводу насильственной паспортизации хотел уточнить. Россияне всеми правдами и неправдами пытаются навязать украинцам свои документы. Вот еще об одном способе сообщают в Центре национального сопротивления. Окупанты не берут на учет беременных женщин без паспорта России. А если есть такой документ, то ребенок, родившийся в оккупации, автоматически становится гражданином страны-агрессора. Вот есть ли такая информация? Сколько уже таким образом украинцев автоматически стали россиянами? Так нельзя говорить, что они автоматически стали россиянами. Будем так говорить, насильственно стали россиянами, скорее всего. Но я вам скажу, что огромное количество тех, кто рождается и становится россиянами, получают украинские документы. Люди получают украинские документы параллельно в огромном количестве, в огромный процент этих людей. Количество родившихся в оккупации однозначно неизвестно. Это скрытая информация. Что касается паспортизации, сейчас говорим про беременных, которых вынуждают получать паспорт. Иначе, я не знаю, ты не можешь считаться беременным, или ты не имеешь права рожать, или в чем ты делаешь, если у тебя нет паспорта. Раньше мы говорили о том, что заключить договор с врачом невозможно без паспорта. Сейчас оздоровление детей невозможно без паспорта. Любые блага невозможны без паспорта. Любые абсолютно, в том числе, такие блага, которые нельзя откладывать. Медицина, это незыблемо, она невозможна без паспорта. И куча-куча разных услуг, которые потенциально могли бы люди получить, невозможны без паспорта. Без паспорта можно служить в армии, в оккупанской, если ты захочешь. И без паспорта можно идти голосовать на так называемых разных выборах. Вот это можно без паспорта. Все остальное нельзя. Поэтому так вот и принуждают к паспортизации. Виктор, спасибо за участие в нашем эфире. Рады будем видеть вас снова. Виктор Дудукало, заместитель главы Бердянского районного совета, был с нами на связи. В телеграм-канале Freedom только самые важные новости. Мы оперативно сообщаем обо всем, что происходит в Украине и мире. Подписывайтесь. Продолжение следует...